Ну и с чего мы должны начать? Конечно, мы должны начать с геополитики. Но это не обращение к Федеральному собранию. Но, тем не менее, есть очень важная задача, которую я ставлю от этого доклада. Попробовать вселить в вас очень много оптимизма. Ну давайте попробуем посмотреть. Во-первых, начнем с прогнозов на 2015 год. И ответ будет такой. Прогнозов на самом деле в 2015 году быть не может. К сожалению, никаких реальных прогнозов даже у тех, кто вообще играет ключевую роль. Настолько сильные и контры игры, и вообще какая-то движуха такая сильная, что мне кажется, что те, кто и делают игру, сами с удивлением читают новости по утрам. Поэтому мы по большому счету ни вы, ни мы не сможем прогнозировать вообще то, что происходит. Важно, наверное, понимать, что это серьезный политический кризис, и он не на этот год и не на 2014 год. Это на 3-5 лет, а может и на больше. Если рассматривать и подходить к этому таким образом, то сразу возникает понимание, что не нужно ждать, что станет лучше. Ну или каких-то вообще принципиальных ожиданий не испытывайте с точки зрения политики. Просто научитесь смотреть на это немножко со стороны. Вообще в 2015 году, и может быть в следующем, могут быть сложные потрясения. Они могут быть очень эмоциональными. Даже, наверное, болезненными. И в этом вопросе я бы, наверное, хотел всем предложить научиться смотреть на это как будто немножко со стороны. Мне довелось общаться с несколькими людьми, которые делают большой бизнес. И я был, знаете, удивлен одному любопытному факту. Совершенной неэмоциональности рассуждения о том, что происходит. Они смотрят на происходящее как на некую данность. Да, вот это происходит. Да, здесь может быть хуже. Да, здесь может быть возможность. Да, здесь есть лучшее. И это, знаете, очень похоже на ситуацию с гонщиками. Вы знаете, считается, что хороший гонщик, автомобильный, у обычных людей, когда начинается соревнование, у них очень сильный выброс адреналина. Причем у большинства людей он настолько сильный, что в итоге он начинает нам вредить. То есть он нам дает пользу, увеличивает реакцию, массу других вещей. Но в итоге он начинает мешать. Мы начинаем делать ошибки, нервничать и так далее. А вот у хороших спортсменов он у них дозированный. Он ровно столько, сколько нужно, чтобы все улучшилось, но никуда не слетело. Вот я на самом деле хочу предложить вам научиться смотреть на ситуацию спокойно. Воспринимать ее не эмоционально, как будто, еще раз, это не происходит с вами. И мы смотрим на это стороны. В принципе, мы должны перестать быть объектом геополитики. Мы не можем на это толком повлиять. Мы должны стать субъектом своей жизни или своего бизнеса. То есть тем, на что мы можем влиять. Вы не от того, что вы прочитали новости, высказались в Фейсбуке или сделали какие-то другие высказывания. К сожалению, а может и к счастью, ничего не изменилось. Оно и раньше не изменялось. Но сейчас вот эта иллюзия, когда мы имеем возможность высказывать, она у нас создавала чувство, что что-то может поменяться. На самом деле это одна из ошибок. Самая главная рекомендация. Выйдите из потока. Выйдите из этого геополитического потока и посмотрите на то, на что вы можете повлиять. И что вообще на самом деле очень важно. Экономика. Давайте начнем опять с прогнозов. И ответ будет опять такой. Никаких четких прогнозов. Их ситуация в ближайших периодах, она именно так и будет сформулирована. И может быть несколько лет вперед. Вы должны будете прогнозировать, исходя зачастую из текущего положения. Но тем не менее, некоторые выводы или понимания, оно существует. Разные разговоры ведутся о падении ВВП. Кто-то 0,8, кто-то 8. Оно, кстати, очень по разным причинам. Есть такие прогнозы, когда оно все вырастет, потому что мы должны начать что-то производить. Но смотрите на это спокойно. И опять же, по той же самой политике я дальше покажу, что на самом деле у нас есть огромный плюс. Мы с вами в том сегменте, который будет расти. ВВП – это, знаете, такая средняя температура по больнице. Если мы с вами замерили, наверняка она там 36,7. И вот когда нам говорят, ВВП падает, мы думаем, ну все, падает. Но однозначно есть сегменты, которые растут. Я попробую вам показать, что мы именно в том сегменте, который будет расти. И это значит, что для нас этот фактор не должен играть такого решающего значения. Пока кризис в России. Он не затронул от России и СНГ. Он не затронул Европу толком. Он не затронул другие страны. Его в других странах нет. Вспомните, 8-9 год. Это был масштабный кризис. Он происходил во всех странах. Сегодня его в таком формате нет внутри. Это и хорошо, и плохо. В общем-то, наверное, это даже лучше. В том смысле, что если бы он был масштабный, ситуация была бы хуже. Но пока он только вот здесь у нас. Мы должны научиться с вами жить в условиях достаточно высокой инфляции. Мы уже жили в таких условиях, ничего нового, опять же, в этом нет. Но что такое инфляция? Это некое регулярное, наверное, повышение цен. А тоже об этом будем говорить. Инфляция будет. Она ориентировочно 12-14. По 14, по-моему, процентов, сказали на последний год. Предполагают 15-20. Следующий год. По разным причинам. И вот как-то у нас с вами было психологическое ощущение за предыдущие годы не очень высокой, понятной, стабильной, достаточной ситуации. Она потихонечку изменится. И эта инфляция обязательно отразится на том, что на внутренние производящиеся продукты цены будут повышаться в течение года на 15-25%. Потихонечку вы уже это видите, многие это видят. Это то, что касается внутренне производимых продуктов. Те, которые внешние продукты, цены вырастут сильно больше и будут, в общем, от курса связаны. И наверняка это приведет к тому, что будем тратить меньше. Вернее, покупать меньше. Тратить мы, наверное, будем больше. Покупать меньше будем тех продуктов, которые или товаров, особенно западных, которые были. Ну, в общем, тоже не трагическая ситуация. Обязательно произойдет цена рост на услуги. И тоже примерно в этих же показателях, потому что в течение 15-го года, скорее всего, все будут индексировать зарплаты от 10 до 20%. К этому нужно, опять же, относиться спокойно и готовиться к этому. Ну, готовиться. Важный, наверное, момент. У покупателей, я думаю, у каждого из вас, теряется ориентир, что такое дорого, а что такое дешево. Вот раньше мы, наверное, знали, это там дорого или дешево. Сейчас вы, когда видите цену, уже подняли, если вы не чувствуете, что она поднялась. А с другой стороны, ну да, подняли. Но так как у вас нет теперь ожидания, дорого или дешево, выбор начинается так, достаточно ли это для решения бизнес-задачи. Ну, то есть ты как бы смотришь, во-первых, зачем тебе, ты уже не покупаешь просто какие-то вещи. Ты начинаешь размышлять, я не могу ориентироваться, дорого это или плохо, цены как-то все поменялись. Еще раз, вот эти скачки, они же разные, там где-то 20, а где-то 100. Я даже не представляю, там телевизор, во-первых, мы не знали, сколько они раньше стоили. Но сейчас рациональность начинает играть важную роль. То есть ты смотришь, решаем мы бизнес-задачу этой штуки или нет. Но у вас не будет ощущения от цены, дорого это или недорого. Потому что ближайшие полгода, именно вот пока не произойдет некая стабилизация, вот эта вот фиксация цен на некотором новом уровне, и не пройдет полгода с фиксацией, мы не сможем с вами ориентироваться вообще, еще раз говорю, и про нас, и, в общем, про клиентов. Ну вообще это все позитивные новости. На самом деле вот все, что я перечислил, это здорово. Это не негатив, это наоборот позитив. Почему? Да, вот такую фотографию нашли. Девальвация вообще это один из лучших способов повысить конкурентноспособность экономики. Существует целый ряд учебников. Мне как-то довелось в одном отпуске, еще в 2008 году, читать большой труд по макроэкономике. Обычно мы про микроэкономику читаем, а там про макроэкономику. Основной вывод его состоит в том, ни в коем случае не пытайтесь экономить. Вы должны начать больше тратить. И если у вас своя валюта, вы должны девальвировать. Там как раз очень детально анализировался кризис европейский, разность экономик, кому выгодно, кому нет. Не буду вас грузить. В общем, это очень хороший, правильный и очень позитивный момент. Это стимулирует внутренний спрос. У нас будет с вами много свободных специалистов. Они где-то в каких-то сегментах выйдут. В нашем распоряжении у нас будет больше кадров и больше возможностей провести структурные изменения как в государстве, так и в компаниях. Ну, внедрите уже, наконец, CRM. Ребят, это из этой же серии, потому что когда жирный период, тяжело заставлять. Когда все собираются, все начинают работать. Воспользуйтесь этим моментом. Это правильное время проводить изменения в компании, перестраивать отделы, переподчинять. Иногда чуть-чуть срезать лишних костов, взять каких-то других людей. Реструктурируйте. Вы сегодня сделаете эти изменения очень спокойно. Это очень позитивный момент. Замена сложившейся цепочек происходит. Удивительно, насколько экономика — это привычки. Реально ломаются некоторые привычки. Я выступаю перед несколькими бизнес-школами, есть у меня старые связи, и вообще общаясь с оффлайновым бизнесом, вот особенно последние месяцы слышал удивительные рассказы. Мы с вами онлайновые люди, и нам кажется, что что-то там драматическое происходит. Они рассказывают очень позитивные вещи. Один, например, поставляет радиолокационное оборудование. Он говорит, мы как-то подсели вначале, Европа близко, мы начали оттуда поставлять оборудование. Говорит, мы сейчас испугались, пошли, все нашли в Азии, лучше, дешевле поменяли. Замена нашлась. Другой говорит, а, тут оказалось все рискованно, товары мы знаем, что подрастут, мы решили запустить два производства. Не очень большие, одни там потолочные покрытия, здесь еще какие-то. Внутри денег много. У нас с вами нечем сравнивать. Мы иногда думаем, сравниваем с бывшим союзом, а мы не союз, мы все-таки капиталистическая страна сейчас. А раз мы капиталистическая страна, значит, есть предпринимательство, а значит, есть прекрасная перспектива завоевать освободившиеся рынки, стать более крупными или сильными предпринимателями. И очень многие этим пользуются и используют. И я вообще, я об этом и вам буду говорить. Пользуйтесь этим моментом. Растите. Кризис – это возможность много всего переделать. Предполагаем, что могут снизиться расходы на маркетинг. Во многом на оффлайновые, на журналы, на какие-то мероприятия, которые были сильно переоценены. В том числе на мероприятия. Либо повысится их эффективность. Ну и какие-то житейские советы я бы хотел вам дать, исходя из, наверное, такого своего понимания каких-то вопросов. Самый большой риск, который я вижу в 2015 году, вообще для каждого из нас, это потреблять новостную жвачку. И сидеть, ничего не делать, открывать новости, болтать об этом. Это вообще ничего не дает. Вы должны с этой иглы как-то умудриться слезть. Странный такой вопрос. Вообще я снес у себя мобильное приложение Фейсбука. Вообще в Фейсбуке я отписался от кучи людей. Вот вижу слово политика или о чем-нибудь там. Я просто отфоловливал людей. У меня много было друзей, там почти пять тысяч. Ну, после я вам честно скажу, всего несколько людей оказывается, ну, несколько сот людей, пишут о политике много. Мне кажется, люди травмированы этой ситуацией. Удивительно, чуть-чуть почистил ленту, и появились хорошие люди, появились отпуска, появились радостные какие-то новости, кто-то что-то достиг, у кого-то родились дети. И это хорошая лента. Но, тем не менее, она все равно подсаживает. Я всегда говорил, как бы подсаживал на Фейсбук. Я очень много ценю в этом. Но мне кажется, что сейчас он травмирует, немножко стоит отойти в сторону. Средоточить на бизнесе. Все, кто не смотрит телек, выкинули все эти части. Во-первых, они по-другому рассуждают. Во-вторых, они думают о бизнесе. Вот иногда спрашиваешь, слушай, а что ты не сделал вот это? Он такой, да не знаю, как-то новости читаю, что-то все беспокоит, весь какой-то беспокойный. А то, что надо делать по бизнесу, он не делает. Причем, вы знаете, ломка на самом деле у людей. Ты говоришь, не читай новости. Он такой говорит, а что делать? Прямо людей парализует, потому что ты говоришь, а ты помучайся чуть-чуть. Кто-то достает аудиокнигу, кто-то просто достает книгу, кто-то говорит, ну ладно, надо подумать, что с бизнесом делать. И вы будете удивлены, именно так оно и происходит. Мозг какая-то однозадачная система. Он или об этом думает, или о том, что вообще должно случиться в нашей жизни. Будьте оптимистами и вдохновляйте сотрудников. И это тоже важная составляющая. И мы будем еще об этом говорить. У нас будет отдельный круглый стол. Увеличьте цены на свои услуги, на продукты на 15-30%. Если вы не будете следить за инфляцией, не будете в экономике, то вы вынуждены будете поднять цены, но вы не сможете потом остаться в экономике. Вас будет изрядно колбасить, но вы не используете момент. Первые полгода – самое благоприятное время для того, чтобы оставаться в экономике. Вообще сейчас самое важное – оставаться в экономике. один из ключевых моментов – это в том числе здесь. Вот фотографии этих двух замечательных людей. Аня Бондарчук и директор украинского офиса, и Дима Суслов, директор нашего украинского офиса. Вы знаете, если вы думаете, что у вас проблемы, то вы не знаете, когда проблемы бывают. Я встретился с Аней в начале 2014 года. Все вокруг ходили в Киеве. Все ходили такие смурные, сложные. Все очень сложно. Все происходило так. Аня оптимист, улыбается, все замечательно. Говорю, Ань, ты как будто не в потоке. Она говорит, у нас запрещено говорить о политике. Позитив, с клиентами позитив. Пончики отправили, пирожочки испекли, связались, СРМ-ку внедрили, это работаем. Ну его нафиг. И вы будете удивлены? Они выросли. Советки Украины вырос, прекрасно вырос в условиях, когда все вокруг попадали. Вы знаете, реакция людей, когда они видят оптимистичных, двигающихся, живых людей, у них все нормально. Надо с ними дружить. И надо с ними работать. Дима Суслов. На самом деле это именно так. Дима Суслов. Та же самая история. Прекрасная активность только по бизнесу. Вот знаете, прошел год, и все на рынке говорят, когда все скуксились по маркетингу, по всем другим вещам, а вас видно, вы работаете, вы выступаете, конференции, у вас больше мероприятий, у вас больше активности, прекрасная партнерка в конце. И несмотря на то, что у кого-то все попадало, прекрасный рост. Вы бы знали, как он растет в январе. И это я вам привожу для примера, потому что через год я уже вижу, например, что в Украине очень многие активизировались, потому что за год они такие, ну все равно ничего не меняется. Люди чувствуют, что вот они в этой петле и не смогли выйти из этого процесса. Моя цель инициировать вас, выйти из него раньше. Выйдите из потока. Вас реально будет ломать, если вы не будете читать новости. Но уже через неделю вы поймете, что вы занимаетесь совсем другими ценными и полезными вещами. Интернет устойчив к кризису. Сколько я не разговаривал с бизнесменами на вопрос, как вы дальше будете действовать, они примерно говорят, ну если темп в офлайне будет нормальный, ну чуть-чуть подрежем, там вот неэффективный магазинчик этот сохраним, может быть откроем производство, у них основной выход где-то что-то новое произвести в целом. И они на это очень оптимистично относятся, связи новые выстраивают. Но почти все, в том числе офлайна говорили, и пора уже заняться наконец онлайном. У меня там сайт был, но он какой-то был такой себе. Что-то он бардачный. Вообще везде, где вы можете сделать меньше, больше за меньшие деньги, всегда побеждают. И интернет дает такую возможность. По большому счету, мы с вами в очень правильном месте экономики. И я готов утверждать, что в нашем сегменте не будет падения. Оно будет по-разному, где-то рост, где-то чуть-чуть рост, где-то очень большой рост. Но в целом, нам с вами вообще во всех смыслах повезло. Мы с вами нефть добываем. Мы с вами байты выкапываем. Поэтому будем продолжать. Я думаю, что все будут концентрироваться на онлайне. Пройдет немножко времени. Я даю сейчас уже. В общем, вот сколько мы не опрашивали, в основном говорят, да, растет. Кстати, Сережа Кулешов будет показывать хорошие цифры. Немножко изменения в интернете, которые затронут наше с вами, ну, вообще все происходящее. Закон о персданных принят, не будет перенесен. Ряд встреч, в которых я участвовал с госструктурами и с администрацией президента, говорит о том, что изменений не будет, поэтому переезжайте в Россию. И если у вас есть клиенты, сервера, переезжайте. К тому же сейчас валютные курсы сильно способствуют переезду. Пользуйтесь этим. Это повеличет, кстати, рост рынка хостинга. Пообщайтесь с Русониксом, договоритесь о чем-нибудь уникальном. Экономическая сегментация интернета. Мы всегда почему-то смотрим со своей точки зрения, она происходит во всех странах. Вот, например, в этом году, с начала года, в Европе запустили сложнейший, мне кажется, очень сложный закон в реализации. В зависимости от того, кто покупатель, из какой страны, берется разный НДС. Вы даже не представляете, какая это каторга. То есть ты как бы цену уставляешь, говоришь о НДС, например, если вы из Германии один, если вы из этого другой, и потом ты должен его правильно вычислить и потом отправить. У некоторых проблемы побольше, чем у нас. Но это все происходит потому, что все рассматривают интернет сегодня как субъекта права и субъекта экономики и хотят на нем зарабатывать. И чем дальше, тем больше это будет происходить. Это не будет больше… Это не потому, что нам свобода зажимает. Просто он стал очень большим. Он стал большим и огромное у него влияние. Ожидаем все-таки, что будет принят закон про 150 долларов по западным курсам. Вот участвовал в одной из встреч с Володиным. Понимают, договариваются с Казахстаном. Вроде как понимание по этим вопросам есть. Растет конкуренция. Мы уже вам говорили о том, что маркеты выходят. Алиэкспресс за последний год получил 20% рынка e-commerce. 20%. Вот пришли на рынок и 20%. У меня приятель занимается продажей китайских товаров. Хорошая компания, там 100 человек их было, склады там в Китае, были еще что-то. Говорит, вот как ушли люди на майские праздники, трафик выключился, так и не вернулись. А куда они ушли? Алиэкспресс начал расти. Выкупание контекста, цены по которым нельзя. Это, кстати, одна из причин, почему рассчитывают ввести те самые 150 долларов. Они к мелким, конечно, все равно не решат проблему, но как-то ситуацию закрепят. Одним словом, конверсия, конверсия, конверсия. Вчера мы очень детально этот вопрос рассматривали. Она, в первую очередь, потому что будет цена рекламы возрастать. Ну, такая, наверное, лирическая или общенастроенческая часть завершена. Я надеюсь, еще будет немножко такой финал. Но тем не менее, я надеюсь, что мне удалось вас настроить на какой-то правильный момент. Это странные вещи. Вот странно вообще об этом говорить. Но я за последний год увидел очень много примеров, когда люди так делали, у них все прекрасно было. И люди, которые так не делали, и у них либо ничего не изменилось, либо стало хуже. Ну, пойдем посмотрим, как мы собираемся реагировать на все, что происходит. Мы считаем, что должны быть у вас отличные продукты и очень сильные конкурентные преимущества перед остальными участниками. Четыре продукта. Управление сайтом. Большие блоки только перечислю. Еще раз, вчера мы детально об этом рассказывали. Если интересно, вы можете посмотреть запись вчерашних мероприятий. Ну, о чем будем говорить? Огромнейший блок будет посвящен конверсии. Мы продолжаем развивать большие данные, персонализацию. Сервис по-прежнему в этом году будет бесплатным. Но мы хотим, чтобы вы в этот год вырастили свои компетенции. Мы объявляем прием заявок и хотим собрать примерно 30 магазинов, которыми вместе будем заниматься оптимизацией и адаптацией алгоритмов. У вас есть интересные клиенты, пожалуйста, напишите нам. Мы сделаем экстранет-группу, соберем вас и клиентов, и с вами будем работать. И хотим буквально к следующему релизу написать целый ряд кейсов. Ну, для того, чтобы все это и не только подтвердить, но и улучшить алгоритмы. Мы делаем лендинги интернет-магазинов. Опять же, основная цель – конверсия. Автоматическое производство большого количества лендингов и автоматическая работа с системами, контекстами рекламы. Любые отвлекающие элементы в лендингах, грубо, обычный сайт – 1% конверсия, лендинг, интернет-магазин – 4%. Вы получите, ваши клиенты, больше выигрыш. Большущий блок email-маркетинга. Мы рассылки выпустили, выйдут триггерные письма и персонализация по рассылкам. Предпродажный маркетинг, постпродажный маркетинг, ну вот немножко интерфейсов по подготовке, по подготовке шаблонов, как это будет, статистика, аналитика. Вся основная задача повысить эффективность и сделать это автоматически с минимальными затратами. Новый сервис. Мы его назвали, пока жду звонка. Возможно, мы его как-то еще подработаем. Ну, кстати, вы как бизнесмены, наверное, пробовали или слышали про там Callback Hunter или по подобным сервисам, которые есть. Мы считаем, что можем сделать отличную, уникальную штуку, интегрированную с Bitrix24. То есть человек указывает свой телефонный номер, внутри Bitrix24 у ваших сотрудников звонок, он может прийти им на мобильный, на любой другой, обратный звонок клиенту. Вот вы уже поговорили, записали лид, зафиксировали, сделали все как надо. Ну и партнеры, пожалуйста, ставьте себе такую штуку на сайт, когда выпустим. Это ваши лиды, это будет работать. Посмотрите, очень хорошие цифры, очень хорошая статистика. Ну вот входящий звонок будет выглядеть так, где находился человек, что и как. Отличный инструмент будет для продажи. Больше звонков. Придумали киллер фичу. SEO отходит в сторону, контекст становится ключевой частью. Мы уже выпустили первую часть, это объявление в товарах, правильный подбор, таргетинг, масса других вещей, хорошая аналитика. Но мы хотим, и уже запланировали, знаем все, как это будет сделано. Уникальную систему автоматического мониторинга контекстных объявлений. Что это значит? Вы у этого товара поставили контекстное объявление, и оно автоматически включается и выключается, если товар есть в наличии или нет. Ведь правильно, вы не должны гнать, а если у вас тысячи товаров, вы должны будете следить и за товарами, и бегать следить за объявлениями, так не работает. Один раз настроили, автоматика работает. автоматически включать или выключать рекламу в зависимости от рентабельности. Мы знаем цену в магазине, знаем цену перехода. И вы, например, можете поставить 5 рублей, готов покупать объявление. И если цена 5-10 переходов оказались выше, сняли объявление, перегрелся рынок, подождали час, день, вышли на рынок, замерили цену, большая, вышли с рынка, вернулись, можем покупать, продолжаем дальше покупать. И все в автоматике. Не только снять, но и поставить обратно. Автоматом включаем, выключаем рекламу в зависимости от стоимости клика, вот эта часть, автоматически от конкретных товаров, от рентабельности. Вообще таких решений нет. И с точки зрения клиентов и рынка мы считаем, что дадим прям бронебойную функцию для работы. Ну здесь чуть-чуть интерфейсов о том, как это работает, как будут выглядеть аналитические инструменты. А, вот есть такой момент. Формулируйте на своих сайтах раздел по росту конверсии. Создавайте, пишите небольшие статьи, рассказывайте, говорите, что вы этим занимаетесь. И еще раз, подавайте заявки, мы вместе с вами, и вы научитесь, и мы вас научим, как делать и правильно работать над конверсией. Мы, может быть, кстати, доделаем модель интернет-магазина. После вчерашней презентации много вопросов поступило, хотя модель очень простая. Мы ее, наверное, досчитаем и отдадим, чтобы вы могли с клиентами по ней работать. Немножко по производительности. Мы выпускаем веб-акселератор для ускоренной доставки контекста. Предполагаем, что он, конечно, нужен будет интерпрайзным большим редакциям. Не буду сейчас детально на нем останавливаться. Безопасность. Мы рассчитываем создать сервис с теми, кто умеет правильно защищаться от DDoS. Сервис по защите от DDoS. Еще раз, это будет, скорее всего, не включенный в поставку, но правильный компонент, который, по нашим оценкам, должен быть интересен большим госструктурам, большому e-commerce. Ну и палочка-выручалочка. Если вдруг что-то случилось, чтобы вы знали, как обратиться к нам и получить эффективное решение. Скорость производства. Очень много усилий будет приложено, чтобы минимизировать вашу себестоимость производства. CSS-фреймворк. Вчера ребята о нем детально рассказывали, не буду сейчас повторяться. В сочетании с реконструкцией интернет-магазина. Новый интернет-магазин – это не окончательный вариант, это просто пример того, в каком направлении это скорее будет двигаться. Это в том числе для новостных сайтов, использование новых шаблонов. Ну и все это будет собрано на CSS-фреймворке, чтобы вы легко, быстро могли производить на нем, легко адаптируя и минимальными затратами меняя те решения, которые необходимы. Очень большой блок по e-commerce. Продолжаем эту тему прокачивать. Все, что касается SKU, все, что касается деталей, обязательно будет реализовано. Остатки. Не буду сейчас детально перечислять. Там вообще довольно много вещей. Вообще интернет-магазин сейчас очень взрослый, большой и будет продолжать развиваться. Помимо упрощения управления ценообразованием, курсы меняются. Много всего. Хотим сделать попроще. Местами сейчас неудобно. Мы думаем над тем, чтобы научиться как-то интеллектуально помогать формировать цену. Может с Яндекс.Маркетом подружимся, может еще с кем-то. Если у вас есть идеи, выступайте, мы подумаем, как реализовать соответствующие решения. Развитие местоположений, развитие холдинговой структуры для редакции Enterprise и продолжение развития по 1С. 1С ERP 2.0 не просто пошла в народ, а вообще стала очень активно и быстро развиваться и продаваться. Мы планируем выпустить интеграцию с ERP 2.0, доделать ряд пакетных режимов. В общем, все, что связано с стабильностью. Там есть такой любопытный многопоточный режим, появившийся в новых версиях. Постараемся, чтобы эти вещи тоже были реализованы. Было много хотелок по ЧПУ, не буду сейчас перечислять. Устраним, доделаем, чтобы никаких замечаний по человекопонятным уровням не осталось. Доделаем сканер безопасности. Вот если посмотреть целиком на продукт, конверсия, скорость доставки, защита, скорость производства, CSS фреймворк, интернет-магазин. Ну, а еще раз, по интернет-магазину ряд других вещей и интеграция с 1С. Так предполагаем, что будет выглядеть управление сайтом. Давайте попробую кратко по Bittrex24. Вообще продукт растет очень быстро. И это прям прекрасная точка роста. И мы видим и на вчерашнем, и на сегодняшнем мероприятии, что и вы стали на него больше смотреть, и вы стали на нем больше зарабатывать. Для вас он в основном сегодня коробка. И вы любите коробку больше, у вас там привычные модели. Облако для вас чуть-чуть непривычно, но это реальность. И мы, кстати, расскажем, почему будет меняться партнерская программа. Но давайте покажем, кстати, вот эта цифра регистрации. Мы часто о них говорим, не будем сейчас говорить о том, как все развивается. Что планируется? Ну, во-первых, конечно, переезд в Россию. Он уже начался. Уже веб-акселератор стоит в России. Следующим этапом и уже готовимся. Мы уже выбрали дата-центр. По-моему, сейчас в финальной стадии подписания договора. Потом переезжают базы данных и основные сервера. Следующим этапом переезжают облачные файлы. И начинается регистрация уже непосредственно здесь. Предполагаем, что в середине лета все, что касается вообще всего проекта, Bitrix24.ru и Bitrix24.kz будут находиться в России, в российских дата-центрах. Bitrix24.de, Испания, Ком и ЮА останутся в ирландском дата-центре, ну и в американском соответствующим образом. В России те же самые два дата-центра, та же безопасность, все, что мы рассчитываем сделать. Вообще очень много надо всего сделать. Не хватает по облачным вещам, но постараемся все сделать. Сервис. Сервисный центр. Кажется, что за два с половиной года, Bitrix24, мы смогли сделать продукт, изменить производство внутри, научиться производить и доделать очень много функционала. Ему нужно глянец, и мы над этим делом будем работать. Но мы еще не до конца построили сервисную службу. И мы хотим, чтобы сервис сильно улучшился. Хотелось бы прям всю концепцию рассказать. Я сейчас вчера чуть подробнее, сегодня с вашего разрешения не буду, но я очень хочу, чтобы к середине лета и вы, и клиенты могли твердо сказать, да, сервис теперь отличный. И мы хотим выйти на очень хорошее восприятие сервиса. Это скорее эмоциональная часть. Самой большой стратегией по этому релизу являются бизнес-процессы. Бизнес-процессы, автоматизация, списки. Есть целый ряд идей. И по визуальным, и по доработкам, и по интеграции с живой лентой. Вчера опять же чуть подробнее рассказывали о том, что должно появиться. CRM-локомотив. Особенно в кризис, особенно с интеграциями, особенно с массой других вещей. По CRM большой объем работ. Разные юрлица, счета, появление актов, менеджер обзвона, дни рождения и много разных вещей по визуализации. Наверное, интересный скриншот, который бы мне хотелось продемонстрировать, это вот этот. И такие, собственно, блоки, похожие блоки будут находиться в каждом из разделов. В контактах, в компаниях, в предприятиях. Это возможность смотреть не только списком, а визуализировать те данные, которые вы отфильтровали или то, что у вас есть. Мы считаем, что с этим инструментом и с такой подачей вам будет намного легче и продавать, и представлять продукты клиентам. CRM хорошо продолжает развиваться. Мы выпустим интеграции с внешними облачными хранилищами и постараемся сделать их удобными и полезными. Много всего планируется доделать по задачам. Мы много обещали, но вот вроде все уже выделили. Стараемся доделывать. Вчера рассказывали детально. Телефония. Телефония для Bitrix24. Теперь можно будет подключать физический аппарат. Причем физический аппарат полностью интегрированный с десктоп-приложением. Звонок будет изображаться и выполняться и там, и там, и в обе стороны. Очень красивый, понятный сценарий. Правила маршрутизации. И сервис жду звонка, он станет частью Bitrix24. То есть можно будет этот сервис поставить на любой проект, на любой сайт. Просто разместив JavaScript код. Ну, ряд других вещей. Вот общий объект. Наверное, здесь вот не перечислил шаринг, видеозвонки, мгновенные сообщения. То, что будет связано с этим. Вот такой вот состав следующего релиза. Безусловно, выйдет мобильный Bitrix24 и обновление платформы. Детально тоже вчера рассказывали. Дата релизов. Апрель и май. Первым выйдет Bitrix24 перед рифом. И мы рассчитываем, опять же, поменять немножко стратегию. Вот у нас получалось, что мы анонсируем, потом довольно долго выпускаем. Мы рассчитываем вместе с анонсом, вместе с презентацией, в этот период произвести выпуск. Либо прям до, либо совместно. То есть хотим изменить технику. Поэтому, кстати, майский релиз, он во второй половине мая, по управлению сайтом, интерпрайзу и мобильным приложением. Потихонечку мы начали думать, и мы запустим эту дискуссию над тем, чтобы не просто продавать обновления, а хочется уже сформулировать некий сервисный пакет с неким регулярным платежом. Еще раз, это предварительные наши мысли. Мы хотели бы, чтобы, например, у вас появилась возможность, ну там, не знаю, даже если это будет 1000-2000 в месяц, чтобы это включало в себя все обновления, CDN-ы, бэкапы, сервисы, сервисы по персонализации, защиты и так далее, и вы могли перейти на какой-то регулярный сценарий общения с клиентами. Окончательного понимания там во всех вопросах у нас нет. Мы еще не очень знаем вашу практику. Это, видимо, будет такой длительный процесс. Но хотелось бы, и мы постараемся на летней партнерке уже подойти к этому вопросу системнее, чтобы у нас уже было что показать. И мы уже всерьез об этом думаем. Кажется, что рынок меняется к этому. Продукты Адуба перешли на сервис. Нам еще прямо явно не сказали, но Windows 10 будет сервисный. И чем дальше, тем больше мы будем видеть 1С. Это и коробка, и ИТС. И это все больше привычней. И это, кстати, очень большая статья доходов. И регулярная статья доходов. Одним словом, мы хотим это направление выстраивать. Оно, еще раз, непривычно и новое. Но вот на летней партнерке, я думаю, что мы детально будем с вами об этом говорить. Выйдут новые готовые решения. Выйдет портал совета директоров. Мы обновим медорганизации портала школы, учебного заведения, государственных организаций, сайты конференций. Ну, цены. Цены мы планируем повысить. Давайте я немножко уточню, как. Интересный вопрос, кстати, да? Первый сайт и старт не изменятся в цене. Мы долго внутри дискутировали. С одной стороны, хотелось бы это увеличить, но мы считаем, что это редакции, которые могут быть чувствительны для тех, кто работает в начальном сегменте. Поэтому редакции эти сохранены неизменными. Стандарт увеличился очень немного. Изменения по эксперту, малому бизнесу и бизнесу… Я, кстати, думаю, что вот мы сейчас вам процент не показали. Для вас даже не возникло ощущения, они сильно увеличились или нет. Это как раз тот эффект, о котором я говорил. Рассчитайте, кстати, любопытно. Ну ладно, не сейчас. Рост тут где-то в районе 17%. Это не очень большой рост. На самом деле стратегия такая – компенсировать инфляцию. Нету задачи пытаться привязываться к курсам или к каким-то другим вещам. Задача оставаться в экономике, правильно индексировать. И мы, кстати, будем вас к этому призывать в своих услугах в том числе. Потому что иначе будет нарастать разрыв. Тот прослойка, который у вас есть, будет потихонечку завершаться. Очень большие изменения по интерпрайзу. Цена его большая. Но я уверен, что вы зачастую могли не знать, какая была до этого. Я могу сказать, что на самом деле изменение этой цены связано с многократными замечаниями со стороны крупных партнеров или интеграторов, для которых предыдущая была маленькая. Они говорят, что цена должна быть интерпрайзовская больше. Холдинг. Битрикс 24 в коробке. Здесь изменения цен побольше. Мы продолжаем наращивать разрыв между облаком и коробкой и считаем, что вам… Вижу, кричат от удовольствия. Вам будет легче зарабатывать и вы заработаете больше. Еще раз, это инструменты про эффективность. И я опять буду вам говорить. Смотрите на этот инструментарий. Если вы не внедряли, начинайте внедрять. Запускайте направление, ставьте на сайт и начинайте по нему работать. Но не изменятся цены по облаку. И это значит, что если кто-то хотел Битрикс 24, ему коробка кажется очень сложной или большой, и он на самом деле не готов к внедрению большому, то он сможет начать работать в облаке. Цена здесь неизменна, и мы рассчитываем получить максимальный сегмент. У нас плановый рост 200% к прошлому году. Стратегия наша на 15-й год. Увеличить маркетинговую активность по разным составляющим. Я думаю, что мы даже не увеличим маркетинговый бюджет. То примерно, о чем я вам говорил. Выдержать высокий темп производства продуктов. Он очень высокий по многим вещам. Увеличить рыночную долю по управлению сайтом, оставаясь в экономике. И завоевать рынок с Битрикс 24. Так выглядит моя вводная презентация. Надо сориентироваться, сколько времени, если у нас время на вопросы. Нет времени на вопросы? 40 минут, 2 минуты. Сереж, пока переключайся. Я попробую ответить на них, если они все-таки есть. Прошу, коллеги. Так, я вас озадачил. Все понятно. Ну, давайте, раз вопросов не так много, давайте мы тогда завершим. Спасибо большое. Сергей Кулешов дальше представит доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.